Девушки отдыхают Дина, сегодня ты в гостях на кондитерской фабрике «Золотой трюфель». Здесь мы делаем шоколадные конфеты. А ты знаешь, что такое шоколад? И не знаешь, откуда он берется? Правильно, из какао-бобов. А какао-бобы получают вот из такого какао-плода. Какао-плоды растут на какао-дереве, на берегах Амазонки. Вот, можешь посмотреть его. Индийцы племени майя и мексиканские ацтеки давным-давно добывали какао-плоды. Добывали из какао-плода какао-бобы и делали какао-напиток, который называли «чоколадли». А Колумб привез какао-плоды уже в Европу. И многие люди узнали о какао. Сначала какао было очень дорогое в Европе. Но спустя время все мы можем наслаждаться этим прекрасным десертом. Оксана, скажите, пожалуйста, а как из этого плода делают шоколад? После того, как плод собрали с какао-дерево, его разрубают пополам. Внутри какао-плода находятся какао-бобы. Их собирают в большие ящики и накрывают банановыми листьями. И оставляют на 5-6 дней. За это время в плодах, в какао-бобах, происходят различные процессы, называемые ферментацией. И по истечении этого времени какао-бобы готовы к перевозке на кондитерские фабрики. Шоколадные конфеты бывают с различными начинками. Ореховыми, фруктовыми, шоколадными, помадными. Ты хочешь посмотреть, как делают конфеты? Очень-очень хочу. Пойдем, я тебе покажу. Вот, Дина, посмотри. Сейчас на линии производят конфеты из молочного шоколада и шоколадной начинки. Шоколад и начинка поступают в бункера машины. А затем отливаются формы. Формы могут быть разные, с различным рисунком на поверхности. И конфеты, соответственно, получаются тоже разные. После того, как форма отлита, формочка поступает на охлаждение. После того, как процесс охлаждения завершен, конфеты выбивают на листы. И вот они готовы к тому, чтобы ими полакомиться. Очень вкусно. А скажите, пожалуйста, где упаковывают конфеты? Дина, конфеты заворачивают в красивый этикет на заверточной машине. А затем упаковывают в коробки. Пойдем, я тебе покажу. Дина, смотри, это заверточная машина. Здесь заворачивают конфеты. Посмотри, какие они получаются завернутые. А вот, Дин, конфеты уже в коробке. И в таком виде покупатели могут их видеть на прилавках и магазинах. Оксана, а всем детям можно есть конфеты? Да, Дин, наши конфеты произведены из натурального сырья. И всем деткам можно их кушать. Зубки будут здоровы. На этом наша экскурсия по кондитерской фабрике «Золотой трюсель» подошла к концу. Тебе понравилось у нас, Дин? Очень. Спасибо большое. Я тоже была рада с тобой познакомиться, Дина. Приходи к нам в гости обязательно. Еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова